Слияние поглощения на Первом Деловом. С вами Игорь Мищенко. Сегодня в выпуске. Акционерами Днепропетровского стрелочного завода стали пять кипрских компаний. На Черкассы Облэнерго претендует три компании. Крюковский вагоностроительный завод создает СП в России, а также миллиардные сделки мирового рынка слиянием и поглощением. Днепропетровский стрелочный завод стал собственностью пяти кипрских компаний. Ранее крупные пакеты акций предприятия принадлежали четырем физическим лицам. Так, у главы наблюдательного совета Загида Краснова было 16% акций завода. У председателя правления Сергея Тараненко 18,5% акций. По словам Загида Краснова, состав акционеров не менялся в течение восьми лет. Теперь в собственности бизнесмена всего одна акция, у остальных акций не осталось. Новые акционеры Днепропетровского стрелочного завода – малоизвестные кипрские компании. Даринар Энтерпрайзес, Джонан Кэпитал, Анаксол Инвестментс, Япсэм Холдингс и Эписэм Оперейшн Лимитед. В совокупности у них 71,4% акций завода. Связаны ли смены акционеров со сменой собственника – пока неизвестно. Состав правления на сегодня остается прежним. Днепропетровский стрелочный завод основан в 1916 году. Предприятие выпускает различные типы стрелочных переводов для магистральных путей, промышленного транспорта, метрополитенов. Экспортирует продукцию во все страны СНГ. Крюковский вагоностроительный завод создает совместное предприятие в России. Партнером украинского предприятия станет Кировский завод. 30 января стороны подписали учредительные документы о создании общества с ограниченной ответственностью «Киров КВСЗ». Головной офис и центральная производственная площадка компании будут расположены на территории Кировского завода в Санкт-Петербурге. Кировский завод основан в 1801 году по указу императора Павла I как чугунно-литейное предприятие. Основные направления деятельности – это сельскохозяйственное и энергетическое машиностроение, литейное и столепрокатное производство, выпуск техники для различных отраслей промышленности, строительства и транспорта. Объединяет около 30 предприятий и дочерних компаний. Экспортирует продукцию более чем в 20 стран мира. Российско-украинское предприятие будет производить эскалаторы и поезда для метрополитена, а также скоростные межрегиональные и пригородные железнодорожные составы. Как сообщалось ранее, инвестиции в проект составят порядка 25 миллионов долларов. По словам экспертов, партнерство с одним из крупнейших машиностроительных заводов России позволит украинскому производителю в перспективе закрепиться на российском рынке пассажирских вагонов. В свою очередь, для Кировского завода производство вагонов – новый и перспективный бизнес. Крюковский вагоностроительный завод – одно из крупнейших вагоностроительных предприятий в СНГ и единственный производитель двух видов вагонов – пассажирских и грузовых. Выпускает различные виды грузовых и пассажирские вагоны, а также вагоны метро, колесные пары, контейнеры, дорожную технику. Госпакет акций энергораспределительного предприятия «Черкассы Облэнерго» станет предметом торга сразу трех крупных покупателей. Это энергетический стандарт Константина Григоришина, ВИАС Энерджи, подконтрольное Михаилу Спектру и россиянам Александру Бабакову, Евгению Гиннеру и Михаилу Воеводину, а также энергоинвест холдинг предпринимателя Игоря Гуменика. На сегодня 26,6% акций принадлежит кипрской Гаренция Энтерпрайзис Лимитед. Эта компания подконтрольна Константину Григоришину. Именно его энергостандарт ранее называли главным претендентом на покупку предприятия. Первый этап приватизации – 46% акций «Черкассы Облэнерго» был запланирован на 5 марта. Начальная цена – 98 миллионов 700 тысяч гривен. В дальнейшем планируется продать еще 25% акций. Территориальная община Киева продала 9,53% акций агрокомбината «Калитам». Победителем аукциона по продаже этого пакета акций стала киевская компания «Агродом Лидер». За 9,5% акций покупатель заплатил 5 миллионов 95 тысяч гривен. Как сообщается, «Агродом Лидер» подконтрольна бывшим владельцам гипермаркетов «Хараван» Андрею Гордиенко и Сергею Хрипкову. В августе прошлого года компания приобрела почти 90% акций агрокомбината у смарт-холдинга Вадима Новинского. Агрокомбинат «Калита» входит в десятку крупнейших предприятий в Украине по выращиванию свиней. А теперь о главных новостях мирового рынка расскажет Мария Литвинова. Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, Игорь. Слияние фарм-гигантов, создание крупнейшей ювелирной компании и охота за мессенджерами. Лориаль купит два бренда у конкурента. Крупнейшая косметическая компания Японии. «Щисейда» решила расстаться с «Деклиор» и «Карита». Их стоимость – 230 миллионов евро. Эксклюзивные переговоры по сделке шли с октября 2013-го. Лориаль – эта сделка нужна в рамках расширения своего влияния на азиатском рынке. Лориаль – лидер мирового рынка парфюмерии и косметики. Штаб-квартира в Камуне Клиши Ля Горен в пригороде Парижа. Производит множество популярных марок косметики, духов и средств по уходу за кожей и волосами. «Шисейда Кампани» – японский производитель косметики и средств по уходу за волосами. Старейшая в мире косметическая компания и четвертое по величине. Штаб-квартира в Токио. «Эппл» хочет купить производитель электрокаров «Экла Моторс». В случае успешного завершения переговоров покупка «Тесла» может стать одной из крупнейших сделок этого года. Сейчас рыночная капитализация «Тесла Моторс» превышает 24 миллиарда долларов. В «Яблочной компании» отмечают, что покупка ведущего в мире производителя электрокаров позволит развить новые направления бизнеса. Однако, по словам экспертов, такое решение продиктовано скорее страхом потери рынка мобильных устройств, нежели желанием открыть новые направления. «Тесла Моторс» – американская автомобильная компания, стартап из Кремниевой долины, ориентирована на производство электромобилей. Названа в честь всемирно известного электротехника и физика Николы Теслы. Среди инвесторов компании – основатели Google, один из основателей платежной системы PayPal и основатель и президент компании eBay. В США будет создана крупнейшая ювелирная компания. Cynet Juvellers и Zail Corporation объявили об объединении. Сумма сделки составит около 1 миллиарда 400 миллионов долларов. За главой Zail останется руководство компании. Годовая выручка объединенной компании составит 6 миллиардов 200 миллионов долларов. Cynet – крупнейший ритейлер ювелирных изделий в США. Компании принадлежат брендам K.E.Jarrett, а в Великобритании – Эрнст Джонс, Лесли Дэвис и H.Samuel. Zail Corporation – крупнейший розничный продавец ювелирных изделий в США. Зарегистрирован в штате Делавер. Основные управленческие офисы расположены в городе Ирвинг, штат Техас. Японский интернет-гигант Rakuten покупает Viber за 900 миллионов долларов. Это самая крупная сделка компании. Кипрская покупка полезна и тем, что обладает потенциалом как платформа для компьютерных игр. И, по словам покупателей, недавно представила замечательный рынок стикеров. Viber считают идеальной платформой для вовлечения пользователей в сервисы Rakuten. Мессенджер Viber – программа для бесплатных звонков через IP-телефонии между смартфонами, а также текстовых сообщений. Основана в 2010 году. В приложениях Viber зарегистрировано 280 миллионов пользователей. Из них 100 миллионов общаются с его помощью хотя бы раз в месяц. Рынок взорвало приобретение еще одного мессенджера. Facebook купит WhatsApp за 19 миллиардов долларов. По условиям сделки, WhatsApp выкупается за 7,9% акций Facebook на сумму в 12 миллиардов долларов и 4 миллиарда наличными. В течение следующих четырех лет сотрудники WhatsApp также получат ограниченный пакет акций на сумму 3 миллиарда долларов. Facebook обещает, что приложение будет развиваться независимо, при этом получая поддержку соцсети. Вся команда разработчиков мессенджера перейдет работать в Facebook, а гендиректор станет членом совета директоров соцсети. WhatsApp – простой, быстрый и надежный мобильный мессенджер, которым на всех основных мобильных платформах пользуется 450 миллионов человек. Количество ежедневных пользователей достигает 320 миллионов. Каждый день в сервисе регистрируется более миллиона человек. Слияние фарм-гигантов. «Октавис» покупает «Форест Лабораториес». Сумма сделки – 25 миллиардов долларов. Управлять объединенной компанией будет генеральный директор «Октавис», а генеральный директор «Форест» войдет в совет директоров. Также в совет директоров войдут еще три представителя «Форест». По прогнозам, ежегодная выручка объединенной компании к 2015 году составит 15 миллиардов долларов. «Октавис» – глобальная фармацевтическая компания, специализирующаяся на производстве дженериков. Была основана в 1984 году. Имеет представительство в 40 странах мира. «Форест Лабораториес» разрабатывает, производит и продает брендированные препараты, большинство из которых рецептурные. Среди основной продукции компании – «Лексапра» – антидепрессант, «Номенда» – препарат для лечения болезни Альцгеймера, и «Байстолик» – для лечения гипертонии. И другие фармацевтические гиганты «Байер» и «Новардис» претендуют на активы «Мерк». Предлагают за подразделение медицинских товаров широкого потребления от 10 до 12 миллиардов долларов, Несмотря на то, что подразделение владеет большим ассортиментом разных товаров, «Мерк» рассчитывает на его продажи целиком, а не по частям. Ранее на покупку претендовали и в «Профтер энд Гэмбл», однако договоренности не достигли. Еще одна волна предложений ожидается в марте. «Мерк энд Кампани» – американская фармацевтическая компания, специализируется на инновационных рецептурных лекарственных средствах, вакцинах, биологических препаратах, безрецептурной медицинской продукции и ветеринарных лечебных средствах. Компания присутствует в более чем 140 странах мира. Подразделения, выставленные на продажу, известны солнцезащитным средством «Копертон» и препаратом от аллергии «Клоретин». На этом у меня все. Игорь. Спасибо, Мария. Вы смотрели «Слияние поглощения» – обзор главных новостей рынка МНА Украины и мира. Увидимся в новом выпуске программы на Первом деловом. Субтитры создавал DimaTorzok